Вот так шикарно выглядит завтрак выходного дня. Помните, что я себе на завтрак готовила? Ага, бутерброд намазывала с этим крем-сыром. А тут посмотрите, какая шикарная подача блюда от мужа. Встал пораньше, приготовил. Не знаю, что это такое. Тут, видимо, какая-то лепешечка завернута. Ой, да. Лепешечка, омлет, сосиски. Какой-то салат и клубничка на десерт. Сейчас буду пробовать. Боже, какая красота, такая тепленькая. Буду есть пока тепленькая. Так, приятного мне аппетита. И встретимся за обедом. Сам себя нахваливает. Какой молодец. Как вкусно приготовил. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Так, с вами снова я. Кружилась, как пчелка. Перемыла весь дом. Решила перекусить. Хотя завтрак был плотный. Но все-таки что-то уже хочется. Заварила, значит, горященького чая. И сегодня пришла коробочка от брата мужа с сюрпризом. Давайте посмотрим, что он там прислал. Я уже вижу, что это вкусняшки. Давайте посмотрим, что это за вкусняшки. Как раз в чаю. Ой, ну ничего себе. Это русские вкусняшки. Аленка. Аленка. Где он тут нашел Аленку? Интересно. Это вафельки в шоколаде. Сейчас обязательно попробуем. Но это видно, что не для внутренней торговли, а на вывоз. Потому что, посмотрите, какие-то закорючки. Если что, это не корейский язык. Вдруг, если вы подумали, что это корейский. Это что-то такое арабское, да? Если я не ошибаюсь. Вот. Так, это что? То же самое? Да, это то же самое. Это тоже вафли. И вот еще какие-то два сверточка. Что это такое? Так, какие-то маленькие-маленькие баночки. Очень-очень много. Это фруктовый конфитюрчик. Посмотрите, какая прелесть. Что-то камера не фокусируется, кажется, да? Фруктовый конфитюрчик. Клубничный, апельсиновый. Еще какой-то есть. Только клубничный, апельсиновый. Тоже два таких. Спасибо ему огромное. Очень приятно. Напишу ему смс-ку благодарственную. Конфитюрчик мы не будем. А вот вафельку я с удовольствием съем. Надеюсь, вкус такой же, как и у нас в России. Холодно сегодня. Прямо на улице, знаете, мороз. У нас произошла непредвиденная ситуация с утра. У нас сбежала Аринка. Она вообще, знаете, не из тех, кто сбегает. Есть такое выражение. Меня трудно найти и легко потерять. Про Арину можно сказать, что ее легко найти, понимаете, и трудно потерять. Вот поэтому я была удивлена, как мы ее потеряли. Как и все время вьются возле меня. И я увидела, что одной не хватает. Спрашиваю мужа, где. Он как раз мусор ходил выносить. И он побежал на улицу проверять, где. Думал, убежала. Она действительно убежала. У нас тут двор закрытый. Два этажа. Два владельца. Мы живем на втором этаже. На первом этаже у нас соседи в доме в нашем живут. И она, видимо, пыталась достучаться домой, но не достучалась. И побежала к соседям ломиться. Причина у нее была веская. Она захотела писать, понимаете. Вот эта вот вшивая городская интеллигенция. Другой бы уже, знаете, на клумбу там, на соседскую сходил. Нет, она там ходит. В соседские окна заглядывает, скулит. Мы ее, конечно, схватили быстрее домой. И она с порога сразу побежала на горшок. Хотела писать, хотела, получается. Бедный ребенок. Вообще она не склонна к бегству. Ее даже, знаете, можно выставить за дверь. Вот так в шутку сказать. Все, уходи, раз ты такая нехорошая девочка, балуешься. Все, уходи. Никуда она не уйдет. Ей интересно погулять. Если, например, открыта дверь. То есть дверь открыта. Она видит, что она может обратно войти. То есть ей интересно погулять. По веранде походить. Это да. А если дверь закрыта, все, сразу начинается тук-тук-тук. Сразу стук такой, как будто кто-то с ноги, понимаете, ломится такой стук. Хотя она маленькая у нас кошка. А младший вообще трус редкостный. Он на улицу вообще не суется. И боится посторонних людей. Вот Арина очень любит гостей, а он боится. Боится. Вкусная вафелька. Хотя оттенок вкуса в шоколаде какой-то другой. Не знаю, конфитюр. Пробовать ли нет. Что она вообще из себя представляет. Ну что-то как-то вот это не впечатляет. Похоже на варенье. На булочке буду мазать. Очень приятно. Еще нам сегодня пришла елка. Наверное, украшать будем позже. Потому что коты все равно задергают эту бедную несчастную елку. Хоть немножко спокойно поживем без нее. Хотя, конечно, хочется для настроения. Если они уж совсем ее будут дергать нещадно, то мы ее на веранду отнесем. Ну, либо в одной из комнат поставим. В комнат много, поэтому... Ладно, до встречи за следующим приемом пищи. Пока. До связи. Так, это мой сегодняшний ужин. Котлета. Ну, точнее, отбивная, свиная, с сыром. Салат. И все-таки хлеб. Хотелось, знаете, без гарнира поесть. Без вот этого вот лишних этих углеводов всего. Ну, все равно кусочек хлеба. Не смогла себе отказать. Вот, я вообще-то уже готовилась ко сну. Уже в пижаме. Собиралась пораньше сегодня лишь спать, потому что завтра мы едем в гости. Поэтому я в пижаме и в фартуке. Не хотела просто забрызгать этой отбивнухой. В общем, свою пижаму. Сейчас поем и, наверное, спать. День был очень насыщенный. Мы прям ухайдокались сегодня с мужем. Что-то еду мою не видно. Меня видно, еду не видно. Так, это соус. Делал муж. Не помню рецепт. Спрошу, напишу на экране. Очень вкусный. Вкуснющий соус. Не помню из чего. В общем, он и для салата. Я думаю, для отбивной он тоже неплохо так подойдет. Да, вкусно. Помните, мы с вами вязали шапочку. Вязать для медведя. Получилось на зайчика. Шапочка. И шаль, значит. И все запереживали, как же медведь голый будет. Останется голый. Голого мужика оставили посреди зимы. Ну вот, я купила еще два моточка пряжи по 60 рублей. И довязала таки я эту шапку ему. И накидочку такую меховую ему сделала. Сейчас даем покажу. Вообще, что это за герой? Такие персонажи мессенджера. Достаточно популярного. Придуманы они южнокорейским дизайнером. Не дизайнером, но в общем. Графическим дизайнером, наверное. Так правильно сказать. Медведя зовут Браун. Это его официальное имя. Зайку зовут Кони. Есть короткий сюжет в интернете об их взаимоотношениях. И вот поскольку эта парочка напоминала мужу нас, он решил их приобрести. И вот сейчас вы видели, они сидят у меня там в изголовье кровати и так сказать символизируют нашу семью. Так, завтра предстоит насыщенный день. Я засиделась дома, конечно, этой неделе. Так что выйти в люди. Это неплохая идея. Встречаемся с родственниками, мужа. Естественно, не с моими. С кем мне тут встречаться? Так, в плане рациона, что я от вас утаила? Еще съела, еще две вафли в шоколаде съела. Но не ради вафель, ради шоколада. Очень хочется. Прям почему-то тянет безумно на шоколад. Напишите, у кого-то так было во время беременности, что безумно тянет на шоколад. Может, в организме чего-то не хватает, не знаю. Очень много тем у меня, которые хотелось бы с вами обсудить. В ближайшее время обсудим. Прям, я думаю, декабрь у нас будет насыщенный в плане видео. Так, сколько я болтаю? Ой, долго болтаю. Короче, не буду вас утомлять больше. Так, я все еще здесь. Не получилось пойти спать. Вспомнила, что орехи, филешку надо сварить. А то она голодная бегает. Смотрите, я варю куриное филе с луком и с морковкой. И потом она ест и филе, и бульон пьет, и морковку. Лук, не знаю, зачем ей. Ей нравится просто запах. Как бы облагораживает запах куриный. Так, меня все ждут уже. Уже все ждут меня. Возле кровати. Ждут, когда я лягу. Попозже. Попозже ляжем. Так, ну что, смотрите. Вот такая вот получилась шапочка. Ну, для кони вы уже видели наряд. Показывала в прошлых видео. Это для маленького. И вот браун у нас такой брутальный теперь. Ну, вот эта шапка ему идет, конечно. Вы посмотрите, какой он прям барин в ней. И меховая накидка коричневая. Ну, красавец. Ну, красавец. Утеплился наконец-то. Но по-прежнему грустный. Депрессивный тип. Ладно, теперь точно прощаюсь с вами. Пока. Спокойной ночи. Если смотрите это видео с утра, то хорошего вам дня. И пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...